добрый день друзья не другие не знаю попадался ли вам на сетевых просторах анекдот про украину что вот говорят что в украине полная разруха и вообще там как бы смотреть уже не на что бывал я только что в этой самой украине все очень здорово красиво нарядно вообще-то фактически лучшей гостинице украина вчера вышел на цикле мой район выпуск программа про гостиницы украина который кстати как оказалось по задумке сталин должна была быть самой большой гостиницей европы но никита сергеевич хрущев который воссрал не одну инициативу и оси петель еще сделал то в общем-то жилой дом но не буду пересказывать передачу посмотрите просто фрагмент эта программа мой район и сегодня мы говорим об истории сталинской высотки всем известной гостиницы украина и о проводимом здесь капитальном ремонте к нашему разговору присоединилась заслуженная артистка рсср наталья бондарчук и архитектор руслан кирничанский наталья руслан добрый день наталья сергеевна вы жили ведь недалеко да совсем недалеко я родилась тоже москве на новой песчаной улице дом где вот мамочка с папочкой где строили эти дома пленные немцы а потом маме как уже так сказать лауреат сталинской премии папе дали двухкомнатную квартиру большая дорогомиловская а это как раз между гостиниц украина и киевским вокзалом представьте себе вы не поверите меня бабушка анна ивана герман водила на пляжик напротив строящейся украины и мы плавали москва реке и еще человек сидел с удочкой что-то ловил то есть вся моя жизнь собственно говоря протекал вот в этом вот районе поэтому гостиница украину я знала очень хорошо я вам одну такую пикантную вещь расскажу в то время за мамочкой очень ухаживал алексей герман будущий великий режиссер но познакомились они дорогой мой человек вы же помните да с баталовым мама с баталовым вот такой вот вы только напомните вот кто ваша мамочка значит моя мама инна владимина макарова народная артистка ссср не путется просто с россии ссср и вот был такой момент когда она снималась в петербурге в ленинграде дорогой мой человек папа уехал снимать судьбу человека и вот так получилось что они разъехались и мамочка была на съемках долгое время петербург и там в нее влюбился один человек вот алеша герм а они расстались официально с папой к этому времени алеша за ней очень ухаживал и поехал к ней в москву и жил он в новой гостинице украина почему я это знаю почему потому что он однажды говорит хочешь увидеть всю москву а мне было около 11 лет я груда очень хочу и мы поднялись на последний этаж гостиницы украины и я впервые увидела москву с птичьего полета с такой на меня на ребенка это оказало просто фантастическое какое-то влияние я навсегда запомнила и алешу вот а он чтобы сердце его любимой женщины растаяла больше ухаживал за мной мне это очень понравилось он был кудрявый очень красивый но очень молодой и мама вот сочла что он очень молодой не сложилось у них и потом вот вся жизнь моя прошла собственно говоря дальше мы переехали украинский бульвар это вообще полотную почти на этой стороне да гостинице украины все где мы вот сегодня я с мужем встречусь где я встречусь около гостинице украины то есть вся жизнь это вот этот вот кусочек марина николаевна вы помните каких-нибудь ваших звездных соседей да конечно 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 артисты у нас были цыгане цыгане у нас были цыгане лёля янковская народная артистка толстый как мой папа всегда говорил цыганский толстой хрусталев который писал все его пьесы там мы цыгане потом четыре жениха и так далее дальше значит шишков лёля была замужем за братом нашей знаменитой ляли черный когда они у них был сбор они мы жили над ними мы они на шестом и на седьмом я засыпала прекрасно в цыганском таборе получала удовольствие можно я расскажу кого я знаю но из наших самых близких людей жил конечно бабочкин знаменитый чапаев да чапаев и и сергей пляж герасимов и тамара фёдорна макарова причем и мамочка была ученица герасимова и тамара фёдорна макарова и я потомственная можно сказать и до самого ухода герасимов я была с ним а следовательно он меня брал с собой иногда подкинуть во в гиг из гига гостинице украина и конечно я приходила к ним в гости и герасимов и тамара фёдорна уникальные люди во всем он был а кулинариевичем московской книги по кулинарии было пельмени по-герасимовски вот он отчество обыгрывалось да он очень этим гордился он всегда тамара фёдорна терпеть не могла кухню и практически не занималась этим но герасимов занимался и он очень любил вот герасимов очень любил нашу семью а тамара фёдорна очень любила маму они даже хотели ее удочерить свое время а тут папа сделал предложение уже все как этот поезд ушел руслан вот вы как архитектор как чай который изучал вообще историю сталинских высоток можете мне вот такую вещь объяснить вот люди которые жили и живут в этих зданиях им кажется они очень комфортными я вот в гостинице украина пару месяцев жил 88 году ильян семёнов снимал там а как бы номер и при приютил когда у меня там были семейные обстоятельства и я вот честно вам скажу без всякого удовольствия вспоминаю потому что мне там казалось что мало света и может быть надо родиться в этих домах что весь этот вот пафос как-то вот чувствовать себя там как как бы своим а чеку из из хрущобы сам было неуютно как вы считаете может быть такое объяснение что где родился там пригодился я всегда считаю то что должна быть эволюция и человек должен развиваться так в том числе в этом архитектурном аспекте обязательно и свои практики есть я замечаю то что люди на самом деле отличаются во взглядах и это отличие оно начинается именно с того места где мы провели свое детство упомянуты вами пятиэтажки хрущевки это отличное решение которое наконец-то впервые в истории архитектура решила социальную проблему а сталинская высотка украина это уже такие вот прекрасные излишки здесь мы говорим о качестве жизни если типовой домостроение это условная машина для жизни то сталинские высотки это отражение того времени это образ москвы который зафиксирован который навсегда связан с ней это история который хранит поколение почему эти высотки они откликаются внутри каждого русского человека они нам всем симпатично они нам нравятся и мы их сразу принимаем потому что это наш культурный код мы смотрим на них мы видим пропорции которые нам знакомы из древнего зодчества да то есть и здесь не только до такой нео русская такой русскоклассический стиль который как мы знаем все таки был ну так искусственно воссоздан начале 20 века здесь самое главное это соблюдение пропорций пропорциях тех же самых храмов церквей но естественно во время строительства и проектирования этих высоток об этом ни в коем случае не говорилось а говорили другое что мы пытаемся сделать не то что как в нью-йорке а мы пытаемся сделать лучше у нас появилась технология ну да да догнать и перегнать и показать самое главное простор потому что здесь же не просто разговор о том что мы вот идем вот высоту на то есть мы показываем что у нас кроме вертикали есть еще горизонталь и боковые флигели почему их архитекторы уже во время хрущева отстаивали чтобы архитектурная пластика была сохранена в изначальном виде для того чтобы показать вот этот сам ансамбль когда никита сергеевич хрущев инспектировал ведение строительства он приехал он знал что это будет помпезная гостиница он немного рассердился он рассердился почему потому что ему хотелось показать не ту задумку сталина да что вот москва практически уже социалистическая столица открыто западу и показывает да такие прекрасные отели с роскошным интерьером да с роскошной территорией он хотел показать другое о том что здесь при коммунизме люди уже могут жить хорошо и поэтому два боковых флигеля в срочном порядке были перестроены квартиры перестроены они были переделаны под квартиры и есть еще одна очень важная такая деталь как вот пылеудаление система пылеудаления вообще как бы в это время до хрущева да то есть 50-40 она была очень популярна какая-то наша отечественная технология или лет к сожалению это не отечественная технология и к сожалению за ней очень плохо следили но сохранилось много зданий москве где-то система до сих пор есть она не функционирует на функционирует просто вы вытягивалась до пыль каким-то образом это специальные отверстия которые эту пыль благодаря законам физики вытягивали и удаляли находятся эти отверстия как правило по периметру комнат такие красивые металлические решеточки до конвера и встроены в паркет и вообще само здание с такой пластикой оно требует постоянного участия на что сразу бросается то что во внутреннем дворе там нету шума дороги да то есть там за счет конфигурации самого здания очень тихо в этом сквере можно гулять можно отдыхать какие-то еще уникальные технологии именно в сталинских высотках были помимо вот этой системы удалением пыли достаточно такая революционная технология для того времени это монолит то есть монолитный каркас единый каркас его здания который гарантирует то что здание не потребует его каркас капитального ремонта минимум 200 лет для того времени это была достаточно ну и такая инновационная технология современное высотное домостроение продолжает этими технологиями пользоваться и самые лучшие новостройки они как раз монолит построены по той же самой технологии а вот капитальный ремонт который сейчас проходит в этом здании он не нарушит какую-то вот условно говоря экосистему при строительстве гостиницы использовались натуральные материалы камень это туф это гипс эти материалы сейчас также присутствуют ими пользуются какие-то обновления и дополнения используются керамогранит не имеет большой такой разницы с этим материалами наоборот современные строители научились работать еще лучше чем раньше сразу после рекламы мы поговорим о том какие работы по ремонту были проведены и что еще планируется сделать в легендарной высотке а